Опачки, давненько мы не были в магазине Победа. Погнали, посмотрим, что там. Пленка полиэтиленовая для парняка. Цены непонятно какие. Даже есть щепа и почва универсальная. Так, смотрим. Так, семена по 10-11 рублей. Пьезо-зажигалка за 100 рублей. Лампочки, кстати, мы брали фигня. Перегорели, наверное, за три дня. Хоть они типа светодиодные. Водоотталкивающая пропитка для кроссовочек. Так, Валюша берет. Что ты берешь, Валюша? Скотч. Скотч. 53 рубля. Очень выгодная цена. Так. О, есть молоток за 154 рубля. Ничего, если сказка. Пассатижи за 132 рубля. Какие-то уже поломанные из завода. Заводское качество. Есть пила садовая. 194 рубля. Вот это тема. Я взял бы себе. Так это... Что это? Серп садовый, складной. 175 рублей. Никак такое не видел. Серп. Ого, фонарь на светодиодах. 534 рубля. Давай, Валюша, обзор. Тоже какой-то странный, да? Ага, Дэн Макс. Какой-то такси. А, не, вот этот за 300. То, что ты показала. А вот этот за 500. Давай, показывай за 500. Вот это мега крутой, конечно, да. О, на солнечных батареях. Да, там сзади солнечная батарея. Да, смотри, он заряжается сейчас. В красном горит. 222. Слушай, на дачу можно такой взять себе. Но сейчас это не могу себе позволить такое. Подсветительник неплохой за 250. Рублей я все тоже взял. Смотри. Это что это такое? Материал с поля покрытием. А, это чтобы, типа, обклеивать, да? А, ты хотел ящик обклеить. Какой ящик я хотел отклеить? А, мы уже обклеили, да. Мы уже нашли штуку получше. Короче, слушай, много всего интересного. Тут, смотри, Валюша, вообще уже тут теплицы готовые. Укровной материал 240 рублей. Вот, товар для бани, 250 рублей. Что это здесь? Шапка. Что это? 500 рублей? Неплохой. О, вот такой мы себе в домик поставили. На даче. Свет теперь там есть. Даже не знаю. Да нет, наверное. Мы, кажется, на даче ездили все это делать. Да. Газончики. Саженцы. Забор 71 рубль стоит. А саженцы стоят розы 215 рублей. И за 240 есть. Валя, ты пропустила чайник. Уже 650 рублей. И, кстати, у нас же на даче, по-моему, такой же мы брали. Да. Сколько стоит? 64 рубля. 64 рубля. Мне вот это нравится за 100 рублей. Вазы? Да. А, всего лучше такое брать, да? Есть даже чайник обычный, смотри, за 500 рублей. Кувшин 240 рублей. Блин, стопки офигу. Вау! 194 рубля. Очень красивые. Маленькие колорады. Они как будто бы мятые. Есть серые, но есть такие янтарные, а вот эти не кошечные. Да, есть янтарные. Таксито всякие. Голова кружится? Да. Потому что ты очень много смотришь по странам. Надо смотреть в одну точку. Мать и Казан, 1000 рублей алюминиевый. Набор уже остался назад. Что это за пират какой-то? Для меня, да. Для мальчиков. И блюда сервировочные. Вау! Валя! Можешь достать блюдо сервировочное? Это не бежене такое. За 500 рублей. Что это? А, она крутится? Слушай, прикольно. Она на крутилке. Да, она на крутилке. Она крутится. Ну прикольно, какой-нибудь бабушке подарить. Какой бабушке? Я бы себе такой взял бы. Я бы на нем снимал обзоры на игрушки. Крутил бы. Я бы их вертел бы вот так. Знаешь песня? Карусель. Карусель. О, ковш 43 рубля всего. А ковш металлический 270. О, можно спортом заниматься. Смотри, 122 рубля. И можно даже спортом заниматься с чебурашкой. 153 рубля. Большая. Можно коктейль намешать. А зачем он тебе нужен маленький? Ты же ведь сварить. Ты будешь в них леет сварить? Варить. Мне не верится. Ароматизатор для баня. 97 рублей. Эвкалипт. Что-то новенькое. Такого раньше не было. Ничего себе, какая ваза. Вот это да. Называется намус. 12-литровая дарина называется его. Вот. Так, швабра полна по 500 рублей. А нет, 600 рублей это это. Голодильная доска. А швабра стоит 205 рублей. Так, тут всякие наборы для уборки. В среднем 150 рублей стоит. И опрыскиватель. Опрыскиватель стоит 185 рублей. Смотрим из-за нормальных консервов, что можно урвать. Что-то я ничего не вижу, если честно. Я вижу соль юдированная. 13 рублей стоит. А соль илевская 9 рублей стоит. Очень выгодная цена. Ну, чатли. Сколько стоит? Чатли. 2300. За 15 килограмм. Ну-ка, рассказывай, Валя, что ты там взяла? Ну, кстати, вот. Большая, 207 рублей. Очень выгодно. Да, на самом деле. 270 рублей, это тема. Банфетер с 890. Очень выгодно. Ну, то есть, да. Пока 2 литра. Нормально. Не знаю, как это. Аура, сколько стоят вот эти штуки для протирки жопы? 64? Вообще выгодно. Ну, правда, она это антибактериальная. Лучше жопу ей не протирать. Да. Ой, а пойду посмотрю с этой стороны, что здесь. А нужны, Валя, салфетки 10 штук за 35 рублей? Когда-то, я помню, они стоили 19 рублей. Теперь 35. Калоши. Мяч стоит 194 рубля. Футбольный. Футболка стоит 195 рублей. И штанцы тут. Тут вообще много всего. Ну, сходи никуда. Ты и рядышком. Полотенце. Полотенце махровое. 70 на 130 стоит 350 рублей. Ну, сучкарец 500 рублей. Это мечта. Я хочу себе такую штуку. Я бы их протестировал бы. Но денег нет. Так, а табуретка сколько стоит? Ящик для растений 159. Табуретка стоит 297 рублей. Кстати, очень хорошие табуретки. Я родителям в деревню привозил. Они до сих пор ими пользуются. Так. Лопатка штыковая 195 рублей. Ну, в Леруа Мерлен. Кстати, лопатки, наверное, получше даже будут. Хотя, слушай, это неплохое качество. Рельсовая сталь написано. Слушай, качество ничего такое. По Леруа Мерлен они так же стоят. Так, канистра стоит 300 рублей на 10 литров. Так, воронка для топлива стоит 61 рубль. Только я ее не вижу. А, она там внизу. О, воронка 61 рубль. Вот они какие, видите, с удлинителями. Бак хозяйственный стоит 606 рублей. Но мне кажется, он это. Он как-то не пищевой. То есть, это чисто для мусора. А это на сколько литров он? Слушайте, не написано, на сколько он литров. А, ну он нормальный такой. Бак с крышкой. Кто видит, сколько в нем литров? Я бы купил такой, чтобы кошки не таскали мусор на даче. Но опять же, пока обойдусь. 600 рублей это очень выгодно. Обычно такой бак стоит около 1000 рублей везде. Колготки Golden Lady 112 рублей. Тоже очень выгодно. Бумажный пакет. 46 рублей. Ну, конечно, пакеты праздничные по 46 рублей. О, Байкал. 118 рублей. Пледики. 400 рублей. Есть всякие игрушечки. Антистрессы. О, это что, это раскрасить кружку с аманкасами? Да. Сколько стоит? 200 рублей. А 133? Да. Вот эти дракончики, кстати, смотри, они давно появились, их так никто и не покупает. Термомозаика зато появилась, как в этом, как в Икеа. Термомозаика 112 рублей. А что там внутри у него? Ну, что просто не дожди. О, можно туда набить свой наполнитель, да, какой-нибудь? Так, есть там наклейки. Ты что, нашла наклейки? Да. Так. Тоник стоит 72 рубля, Эверест. О, игра. Залепи в зайце называется. 200 рублей. Палки для скандинавской ходьбы. 399 рублей. Эва коврики. 307 рублей. Это 700 на 510 миллиметров. Машинки. Так, ну все. Больше ничего интересного. Пойду дальше. Блинчики 175 рублей. Так, пельмеши на развес 82 рубля килограмм. Слушай, я такие пельмени никогда в жизни не видел. Я бы, наверное, взял бы Цезарь отборные. Сколько они стоят? Не могу найти их. Не знаю, непонятно. Какие-то шефы рекомендуют. Здесь у нас фасоль. О, облепиха. Облепиху надо брать, можно настойки на нее делать. 1 килограмм 300 рублей. Можешь взять. Да, вот это я взял бы. И клубника. 1 килограмм 185 рублей. Откуда эта клубника приехала? Так. Саратов, холод плюс, Россия. Город Саратов. Из Саратова. Не знаю. Выглядит очень хорошо. Но я бы взял, наверное, на блепиху за 300 рублей. Так, ну и мороженое. Ну, шампанское тут одна фигня. Вот водочка. Тундра 337 рублей. Это, наверное, лучшее предложение, которое здесь есть. Самая нормальная водяра. А пить вредно, да, не пейте. Фу, это вообще ужас. Так, конфетница 200 рублей. Вот такая красивая. Минажница. А вот это минажница, да, ини-янь? Слушай, посмотри сейчас с одной стороны. Черные икорочки, с другой красные. С одной стороны. Чтоб я так жил. А, и по центру еще есть, да? С другой стороны. С 84, наверное, возьму, наверное. Минажница? Да, ну, смотри, как у вас есть. Это точно она? Да, правильно. А, видишь? Надо посмотреть этот. Вот так у нас, конечно, сюда. Да, да, да. Так, артикул 676. 676, да, слушайте. 174 рубля, Валя, бери. Это офигенная вообще вещь. Мы просто любим с друзьями там на кровати. Да. А вот масленка. А масленка 184 рубля. Надо брать, Валя. Так, постельное белье полторы тысячи стоит, да, в среднем? Подушка ортопедическая 1000 рублей. Что, где ковер? Не, я не видел никаких витебских ковров. Точно, 1000 рублей ковры. Там есть ковры, ребят, сейчас я вам покажу. Давайте. Качество Валя, говорит, хорошее. О, ковер, 1000 рублей. Смотрите, какая красота. Очень красиво. Раду, посмотри, что тут еще есть. Ого. Есть даже шлифмашинки угловые. Аккумуляторная дрель. Дукрафт. Шоколадка 65 рублей. Так, ну что тут можно взять? Немиров можно взять с перцем. 350 рублей. Больше. А, ну тундра, я уже говорил вам. Фокс и док. 586 рублей, неплохо. И флаверс тоже неплохо, 430. Какие простыни? Сколько стоит? 500 рублей? Просто на резинке? Надо брать, Валя. Вау. За 500 рублей это даже хорошо. Такая приятная? Такая же, как и была в этом. Кофе? Нет. Позже мы брали? Не позже. Ну, хотя будет мягкая. Мы брали в этом. Где мы брали? В этом. Которая ушла из России. Икея. В Икея такую же мы брали, как и не все липнет. Халва. Кока-кола стоит 100 рублей. Кофе 200 рублей. Кстати, неплохой вот этот кофе. 200? Да. Печенюшки. Ты посмотри, сколько печенюшек. В среднем 200 рублей стоит пачка. Семечки от Мартин. 154 рубля. Отборные. Да. Радует то, что в Победе становится все больше брендов. Возможно, эти бренды просто качество ухудшили. Что тебе не понравилось? Нет. Царица в поле, это, по-моему, Воронеж делает. Ты пробовала? Да, Воронеж. Нет, фигня? Валю будет фигня. Ей не понравилось. У Велка лучше. А у Велки нету, да? Нет. Мои есть классные макарончики. Тортики по 350-400 рублей. Тульское молоко 71 рубль. Надо брать, Валюшу. 117 рублей валит. Надо брать вещь. Очень выгодная цена. Только ее надо хранить в холодильнике. Ну, мы и хранимся на холодильнике. Биолайм. Надо брать без сахара. 53 рубля. Овсяная мука даже есть. Здесь очень громко. Так, холодец. Мирослава. Хочешь попробовать? Колбаски. О, плавленый сырок. 69 рублей. А в пятерочке хороший сыр такой стоит. 250 рублей. Ну, в смысле, какой-то именитый бренд. Может быть, этот тоже хороший. Я все не пробовал. О, даже рыбка из копченая. 460 рублей. 40. Мой 87 рублей. И черная икра. 113 рублей всего, ребят. Красиво жить не запретишь. Крем-фиш-кальмар. 92 рубля. И 45 рублей имитация. Есть еще вот такие замороженные курочки. Подсолнечное масло 74 рублей. Рыбка, 350 рублей. 600 рублей. 300 рублей. Что, Валюш, все? Да. Ты все купила по списку? Да, осталось нам в чижик и пятерочку. О, чупа-чупа-чупсам. 150 рублей. 160 рублей с кальмаром. Кольца кальмара 52 рубля. А, это луковые кольца. Вот такие какие-то 153 рубля странные. Лейс стоит 205 рублей. Читас. Не знаю, не написана цена. Написано на вот эти. Вот эти стоят 90 сет. Все? Давай, обзор покупок. Что-то тут набрала. Так, большие. Кстати, обожаю вот такую туалетную бумагу. Берешь прям на руку, наматываешь и сразу. Сразу все остается на ней с одного раза. Очень удобно. Ну, они колгутки сделают. Ага, перец черный. Хохнут оригинал? Он офигенный, кстати. И для суток. Только это очень вредно. И для суток. Да. Мы же постимся, нельзя туда хохнут. По-моему. Не знаю. Ладно, все. Я ребенку. Ладно, все, пойдем. Не куплю вам, чтобы животное было. Надо все кушать, да. Я еще возьму пятерочки два карачка, на них сварю суток. Можно я тоже возьму какой-нибудь карачок. Ха-ха-ха. Да, ортопедическая подушка. Илюха себе купил в Рязани в этом светофоре за 900 рублей. А тут 1000. Я в Победе в Рязани взял. А, в Победе он взял, точно. Да, за 900 рублей он взял. Ничего, термопод не хочешь себе? Сколько стоит термопод? Вон, сейчас я посмотрю. 1500 рублей термопод стоит. Можно на первую кассу. Ладно, мы тут постоим. Да мы тут постоим. Вот эти, кстати, мне нравятся конфеты. 9 рублей. И степ мне нравятся. 20 рублей. А вот эти супер я не пробовал. Ну все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы поехали в Чижик. Следующий обзор на Чижик будет.